МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В республике определили имена финалистов первого этапа ралли «Шелковый путь». Гонщики преодолели специальный участок. Его проложили на границе с Нижегородской областью и Чувашей. Экипажи соревновались за победу в экстремальных условиях. Подробности у Дмитрия Ковалева. Старт на Красной площади в Москве. Финиш в китайском городе Сиань. За две недели экипажам необходимо преодолеть 9,5 тысяч километров. Первый специальный участок проложили в Ядренском районе. Чтобы понаблюдать за битвой лучших гонщиков мира, зрители занимали задолго самые обзорные точки. А кто-то даже забирался на крыши машин. Проливные дожди не испугали никого. На прочность гонщиков испытывала и погода. Обильные осадки буквально смыли грунтовую трассу. Образовались заносы. Размытую от дождя трассу с трудом преодолевали даже грузовики. Сложные задачи приходилось решать экипажам внедорожников. Удержать авто на крутых поворотах было довольно непросто. Колеса машин скользили на мокрой траве. Это был по-настоящему экстремальный этап. Приходилось рисковать на каждом повороте. Некоторые машины были буквально облеплены грязью. Она закрывала обзор. На финише машины отмывают от толстого слоя грязи. Продолжить путь по федеральной трассе гоночные авто могут только с чистыми колесами. Поклонники ралли знают прекрасно, что именно такие пятиминутные паузы отличный шанс взять автографы у звезд и сфотографировать гоночные авто. Раллийный караван делает ночную остановку в аэропорту Чебоксар. Гоночные машины необходимо подготовить к следующим этапам. На трассе не выдержали пружины колес на храм. Их надо укреплять. Автомобили разбирают до винтика. Каждая деталь проходит тщательный осмотр. Экипажи готовятся к суровой погоде. Посмотри сюда. Здесь может быть зазор. Знаешь, необходимо проверить и баллоны. В арсенале каждой команды есть передвижные пункты ремонта. Они оснащены всем, что может понадобиться в долгом пути. Гоночные авто требуют постоянного ухода. Задний диск и тормоза оставим. Но это опять же, чтобы в грязи легче было ехать. Машины используются как бы не по асфальту, не по нормальной езде. Ара едет, сломя голову. Для экипажей ралли в лагере Бивуаке предусмотрели все. Здесь расположились медицинские пункты, заправочные комплексы, спальные корпуса и рестораны. Гонщиков угощали и национальными блюдами. Впервые шелковый путь находится в Чебоксарах. Проезжают Чебоксары, республику Чуваши. И организаторы очень все довольны. Участники. Местная кухня организована на Биваке. Участникам очень приятно попробовать местные блюда. Очень большая работа была проведена по подготовке. С сегодняшнего дня гонка здесь проходит один день, а работа подготовительная шла несколько месяцев. Для нас это историческое событие будет писано золотыми буквами в истории народа Чуваши и Чувашской республики. Это очень важно для нас. Лучшее время по итогам первого этапа показали экипажи из Праги и Парижа. Гонщики говорят, что для них это была своеобразная разминка. Представители команды «Камасмастер» надеются на победу. Шелковый путь штурмуют призеры ралли «Париж-Дакар». Хорошее ощущение. Классно себя чувствуешь, когда люди от себя узнают и болеют. Гонка только начинается, и вся борьба еще впереди. Поэтому я считаю, что все надежно проехали. В столице республики у участников ралли появился свой талисман. Им стал белый тигр. Ну а глава региона вручил организаторам часы с чувашской символикой. Время пошло. Добрый путь. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Спасибо. После завершения скоростного этапа в Ядринском районе гонщики проехали в столицу Чувашии. Десятки экипажей, лучшие пилоты и самые опытные штурманы ралли-марафона «Шелковый путь» проехали по центральным улицам города и встретились с чебоксарцами на Красной площади. Итак, чебоксары, приветствую! Мощь, сила и красота гоночных машин. По улицам города проехали более 40 внедорожников и 20 гоночных грузовиков. Капризы погоды не испугали любителей драйва и экстрима. Посмотреть на зрелищные мероприятия пришли несколько тысяч человек. Они тепло приветствовали все экипажи. Но наибольшие аплодисменты достались двукратному победителю «Шелкового пути» Айрату Мартееву из «Камазмастер». Великий кончик Айрат Мартеев! Спортивные автомобили притягивают взгляд и вызывают восхищение. Их конструкция полностью характеризует мощь и технические возможности машин. Они вызывали неподдельный восторг как у детей, так и у взрослых. Впечатления самые хорошие. Во-первых, в любом случае болею за команду «Камазмастер», за Айрата Мартеева. Надеюсь, он приедет первым в любом случае. Русские победят. Мне понравились все машины. Они были очень классные. Впечатления хорошие. Я с внуками пришел, да? Ну, они здесь прошумели бы, как положено, как на гонках. То есть шум гамшу был. Да у них что интересное, чтобы прошумело, пролетело. Это удовольствие. Любой мужчина любит скорость. Любой. Вот они, наверное, и то любят скорость. Вот внуки приехали у меня в гости с Москвы, да? Они с удовольствием смотрят. Общее количество участников ралли-марафона «Шелковый путь» около 90 экипажей. Для них это только начало пути. Ведь впереди почти 10 тысяч километров бездорожья, степей и пустынь. Организаторы постарались сделать заезд максимально зрелищным. Первые 60 километров грунтовых трасс стали для участников хорошей разминкой. Как вам все, что вы уже прошли? Как вам испытания? Как вам трасса? Буквально пару слов нашим жителям нашего города. Все на высшем уровне. Все очень нравится. Спасибо. Хорошей трассы, хороший город. Прекрасная погода. У вас вообще очень прям такие трассы скоростные, грязные, заносливые. Очень понравилось. Мы прям старались, ехали и очень понравилось. Эта автомобильная гонка по праву считается большим событием в международной спортивной жизни и вызывает общественный интерес и внимание. Финишируют экипажи 22 июля в китайском городе Сиянь. Именно этот город в древности был конечным пунктом торговых караванов, которые шли по великому шелковому пути. Рифат Ваткулин, Андрей Спиридонов, Республика. К другим новостям. Летняя оздоровительная кампания 2017 в Чувашии идет по плану. Сегодня об этом говорили на совещании у главы республики. По данным Министерства труда и социальной защиты, в Чувашии в этом году принимают детей более 450 лагерей разного типа. В их числе оздоровительные, пришкольные, палаточные, трудовые. В первый летний месяц в них побывали более 39 тысяч ребятишек. Основным приоритетом для организаторов по-прежнему является безопасность, сохранение и укрепление здоровья детей. Оздоровительные учреждения республики проверялись надзорными ведомствами и в период подготовки, и в период их работы. В рамках Федерального госсанэпиднадзора специалистами управления проведено 76 проверок. В ходе контроля надзорных мероприятий выявлено 120 фактов нарушения санэпидтребований к условиям отдыха и здоровления детей. Конечно, большинство этого, около 60% нарушений, связано с вопросами организации питания. Все замечания были вовремя исправлены. Ни отравлений, ни эпидемий в местах отдыха детей не допущены. По всей республике продолжается ремонт дворовых территорий. С 2011 года в Чувашии реализуется программа по капитальному ремонту дворов и проездов к ним. За это время удалось отремонтировать почти 1300 дворов и 645 проездов на сумму более 865 миллионов рублей. В текущем году на ремонт дворовых территорий, многоквартирных домов и проездов к ним, с учетом заключенных соглашений, предусмотрены средства в размере 83,6 миллиона рублей. Кроме этого, в Дорожном фонде Чувашской республики в рамках приоритетного проекта в формировании комфортной городской среды, дополнительно предусмотрены средства в размере 107,5 миллиона рублей, за счет которых в 9 муниципальных образований планируется реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе ремонту дворовых территорий. Указанные средства позволят в текущем году отремонтировать 200 дворовых территорий и 69 проездов к ним. Глава региона отметил, что за качеством выполняемых ремонтных работ необходимо строго следить, оперативно выявлять недочеты, а самое главное – вовремя их устранять. Галина Титарчук, Елизавета Зайцева, Олег Якимов, Республика. За последний год долги за потребленный газ в республике увеличились на 30%, достигнув полутора миллиарда рублей. Больше 90% долга приходится на Чебоксары, Шумерлю, Канаш и АллатР. В чем причина сложившейся ситуации, выясняли на видеоконференции с участием глав муниципалитетов. Сумма, не оплаченная поставщикам за потребленный газ – почти полтора миллиарда рублей. Почему растет задолженность? С этого вопроса глава Чувашии начал видеоконференцию. В ближайшее время начнется газификация за Волжью за счет инвестиций «Газпрома». И долги за газ могут стать основной проблемой. Сложившаяся ситуация – результат малоэффективного менеджмента, считает генеральный директор «Газпром Межрегионгаза». Честно говоря, в этом вопросе мы в лидерах как при Волжском федеральном округе, так и Российской Федерации. Ну, просто хочу задать вопрос самому себе и главмуниципальным образоватам. Почему одни муниципалитеты решают вопрос, одни муниципалитеты не только решают, а вообще наращивают долги? Нет организованной работы. Между тем, в Канаше вопрос решают кардинально. На днях там открылась кампания по выселению неплательщиков из квартир. Михаил Игнатьев заслушал отчеты глав администрации муниципалитетов, допустивших рост долгов, и поручил обсудить эту проблему на координационном совещании по обеспечению правопорядка. Мы встретимся с участием прокурора, с участием руководителя правоохранительных органов, пригласим глав, где ситуация ухудшается, но и, соответственно, пригласим руководителей тех организаций, включая учредителей этих организаций, которые будут отвечать. Еще одна тема, которую обсудили на совещании – жилищное строительство. По данным Минстроя, в этом году в Чувашии будет введено в эксплуатацию более 600 тысяч квадратных метров жилья. Это в том числе 460 тысяч по многоквартирным домам, 170 тысяч квадратных метров по индивидуальному жилищному строительству. В первом полугодии введено в эксплуатацию 157,8 тысяч квадратных метров общей площади жилья, в том числе 118,8 тысяч квадратных метров по многоквартирным домам и 39 тысяч по индивидуальному жилищному строительству. В ходе совещания обсудили и реализацию республиканской программы переселения граждан из аварийного жилья. С 2013 по 2017 годы предусмотрено переселение 4,5 тысяч республиканских семей. В настоящее время программа выполнена на 75%. Михаил Игнатьев напомнил главу муниципалитетов, что переселение граждан находится на постоянном контроле президента России. И выполнение программы – вопрос первостепенной важности. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика. В банке Югра введена временная администрация и наложен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. Такую меру применили в связи с неустойчивым финансовым положением организации. По данным Центробанка, это может стать крупнейшим страховым случаем за всю историю российского банковского сектора. На 1 июня Югра привлекла 180 миллиардов средств населения, а у Стальбанка Центробанк отозвал лицензию. Как сообщается на сайте регулятора, из-за рискованной бизнес-модели. До 17 июля Центробанк должен определиться с банком-агентом, а сами выплаты могут начаться после 24 июля. В столице Чувашии подвели итоги исполнения бюджета за первые полгода и обсудили вопросы летнего трудоустройства подростков. Говорили и о работе городского хозяйства в период затянувшейся непогоды. За прошлую неделю в Чебоксарах выпало 85 миллиметров осадков. Дежурными службами проводился мониторинг прохождения ливневых стоков. Дожди большого ущерба не причинили. О ползневых явлений и разрушений не зарегистрировано. На этой неделе была всего одна практически в роли. По нашим данным надежным боевым соцеплением подвалов не было. Первого-второго числа, на той неделе, там, да, были. Доходы столичной казны за первые полугодия 2017 года увеличились на 19,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Бюджет Чебоксар по доходам исполнен в сумме 4 миллиарда 631 миллион 800 тысяч рублей. Налоговый и неналоговый доходы бюджет города в целом составе бюджета города в сумме 1 миллиард 973 миллиона 600 тысяч рублей, или 49,3% годового назначения. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы увеличились на 18% или на 33 миллиона 500 тысяч рублей. Налоги на доходы физических лиц выросли на 25% и превысили 800 миллионов. Земельный налог – 260 миллионов рублей. Рост почти 35%. В числе актуальных вопросов – летнее трудоустройство подростков. За первое полугодие почти три тысячи школьников и студентов работали на благоустройстве и озеленении территорий города помощниками рабочих профессий. Доход подростков складывается в двух направлениях. Это заработная плата выплачиваемая за счет работодателя из расчета минимального размера оплаты труда – 7500. Материальная поддержка вычисления службы заимтости – 1275 мы выплачиваем. Для работников от 15 до 16 лет – это 5 часов максимально они могут работать. Для работников от 16 до 18 лет – 7 часов. Но часто рабочий день для подростков может составлять 4-3 часа. Елена Гальперин, Олег Якимов, Республика. На площади Республики установили первые паркоматы для платной парковки. Оплатить время, проведенное на ней, можно будет при помощи СМС, через мобильное приложение или напрямую у паркомата. Цена за час не превысит 30 рублей. До конца лета паркоматы будут установлены еще на трех площадках. У железнодорожного вокзала, у площади Республики, у главпочтамта и на деловом проезде. У зайцев, припарковавшихся на неоплативших, будет фиксировать пеший патруль. В воскресенье на Красной площади раздавались звуки множества гармоний. Съемочная группа Первого канала несколько дней провела в Чувашии. Что заинтересовало наших коллег, узнаете в следующем репортаже. Чебоксарский залив стал местом съемки программы Первого канала «Играй гармонь». Даже такие опасные тучи, ветер и периодические проливные дожди не повлияли на настроение участников. Более десяти творческих коллективов создают уникальную атмосферу прямо на площадке. Живые, искренние, энергичные. Даже под прицелом камеры именитого режиссера наши земляки остались верны себе. Ни фальши, ни волнения, только чистая творческая энергия. Казалось, что в одном месте сконцентрировалась вся культура чувашского народа. Столичным гостям удалось отснять заветные кадры в перерывах между дождями. Сама природа пошла им навстречу. По-моему, вот тучи сейчас уплыли, да? Мне кажется, наше настроение поднимается наверх к небу, да? И там, видите, солнышко уже появляется. Тучи уходят, уходят от нас, потому что они нас поддерживают. «Играй гармонь» в Чувашии снимают впервые. И это не случайный выбор. Анастасия Заволокина, директор и ведущая программы, продолжает дело своего отца. Еще при жизни он хотел увидеть красоты чувашской земли и рассказать миру о душе гостеприимного народа. Наш отец мечтал сюда приехать. Ему всегда нравился и национальный костюм чувашей, и нравилась музыка, и вот эти барабаны, эти задорные гармонии. Но я думаю, что сейчас какая-то и мечта, и воля Божья, если хотите, исполняется. И происходит важный момент, потому что этот момент ждали многие. И чувашские гармонисты, пивуные, плясуные песенники, и частушечники, и мы. И вот действительно на сердце радость. Ансамбль гармонистов «Фортуна», фольклорные ансамбли «Уяв» и «Реветь» – песни в исполнении этих и других коллективов в скором времени услышит вся Россия. С оркестром мы играем чувашскую плясовую и три татушки. Наши песни, они в основном, конечно же, как у всех, про родственные отношения, про любовь, про дружбу. Мы сегодня исполняем чувашские частушки, самые наши любимые. В силу народной песни Анастасия Заволокина верит безоговорочно. Ты понимаешь, что за тобой, за тобой стоит вообще вся вот эта мощь, все наши бабушки, дедушки, прадеды. Как они пели, как они этим жили, они так же любили, так же страдали, так же молились Богу, как мы сегодня просим о чем-то. Помоги нам, Господи. И вот эта сила, а это же все выражалось, они же жили, остается-то нам что от них? Песни. Татьяна Филатова, Сергей Адушкин, Республика. Заросшие травой сельские улицы, старые каменные плиты монастырского двора, живописные тропинки с полевыми цветами, величественная тишина и красота природы. 7 июля в Центре современного искусства открылась выставка художника Владимира Кириллова, истинного поэта акварели. В последние годы интерес к акварели очень возрос, но тонкая техника не каждому открывает свои тайны. Отчасти этим и объясняется тот факт, что выставки акварелистов все еще считаются редкостью. Именно многолетняя преданность акварели позволила Владимиру Кириллову обрести свой стиль. Художник работает в жанре городского пейзажа, натюрморта и портрета. Хотя признается, что берется воплощать на холсте и бумаге все, что его вдохновит. Меня все интересует. Даже я не могу выделить конкретно что-то. Меня интересует все. И прекрасные лица девочек, и красивые мужчины, и пейзажи, и натюрморты. У меня все это должно быть. Около полувека Владимир Михайлович преподавал студентам начертательную геометрию, черчение, инженерную графику и дизайн в Чувашском государственном университете. Где, к слову, в 1980 году состоялась его первая персональная выставка. Умение искать баланс не только в работах над картинами, но и в трудовой жизни позволили художнику не только быть педагогом, но и оставаться востребованным художником. Я думаю, что то, что здесь представлено в таком количестве, это для художника, который, допустим, занят на производстве, работает или же где-то еще на службе находится, преподает в данном случае. И вот, ну, как бы считаю это подвигом. Самая большая тема в творчестве художника – сельский пейзаж. Родные просторы Волги, села Бишева, Гришина, Карамышева. Чувствуется радость художника от соприкосновения с родной природой и немного грустные размышления о красоте уходящего. Многообразие натюрмортов, представленных на выставке, можно разделить на две части. Это предметные натюрморты и букеты. Работа – это какая-то маленькая история. И вот именно каждая из них – это что-то, нечто интересное. То, что хочется смотреть, наблюдать, видеть. Очень много цветов и света. Сабина Вишневская, Игорь Зверев, Республика. 10 июля почти 140 лет назад впервые в истории футбола судья использовал свисток. С тех пор арбитрам стало легче судить игры. Обо всем по порядку Юлия Важенина. Рыцари, свистка и флага. Сейчас ни один футбольный матч невозможно представить без судьи на поле. Кто будет следить за соблюдением правил матча, фиксировать положение вне игры? Первое время считалось, что спортсмены способны регулировать конфликты. Но игра, как оказалось, была слишком насыщена спорными моментами. Конфликтные ситуации возникали буквально на каждой минуте. Как в настоящем захватывающем шоу. Так и пришлось вводить институт судей в 1873 году. И в течение пяти лет они останавливали игру как могли. Кто-то кричал, кто-то звенел в колокольчик. И все так бы и осталось, если бы не воля случая. Почти 140 лет назад на одном из футбольных матчей в Лондоне судить игру доверили полицейскому. И когда на поле завязалась драка, он, недолго думая, засвистел в свисток. Напуганные и ошеломленные игроки в тотчас прекратили ее. С тех пор арбитры на поле пользуются свистком. Эдуард Федотов вот уже 25 лет живет футболом. Сейчас он тренер спортивной школы. Признает, что свисток на поле вещь незаменимая. Когда мы слышим свисток, информация поступает в мозг, что нужно остановиться. В общем, ребенок уже становится более послушным. То есть мы его можем внимание привлечь, если он отвлекается. Сами юные футболисты к свистку тренера относятся серьезно. Надо замолчать, мяча вообще убрать и только слушать, внимание обратить только на тренера. Никита в свои 12 лет хорошо представляет, кем станет в будущем профессиональным футболистом, таким, как Криштиану Роналду. Никита даже выбрал для себя такой же футбольный амплуа нападающей. Футбол, конечно, это командная игра. Ты находишь много друзей. И, во-первых, ты много зарабатывать будешь. Становишься знаменитым. Тебе там все любят, всякие фанаты. Также ты можешь всего достичь. У тебя все-таки красивая форма, бутсы. Все ведь футболисты богатые. А вообще футбол – вещь полезная. Он не только развивает выносливость и физическую форму, но и укрепляет командный дух. Когда мы побежали, мы очень сильно радуемся. Все хвалят друг друга, что молодец, пас отдал хороший, молодец, пробил хорошо. Юлия Важенина, Расиль Мухаммедов, Республика. Это все, о чем успели рассказать вам сегодня. До встречи в эфире национального телевидения «Чувашия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова